Без криминалистов не обходится ни один осмотр места происшествия, ни одно раскрытие преступления и ни один кинодетектив. Служба криминалистики появилась в нашей стране в 1954 году. О том, как ищут следы преступлений не только в настоящем, но и в прошлом, прямо сейчас смотрите. Много, знаете, вот этих тряпок было, чтобы какие-то упаковки. Март 2015-го Дина Сысоева, жена французского миллионера-фабриканта, рассказывает, как избавлялась от тела убитого супруга Кристофа Сиона. Все, что от него осталось, несколько обгоревших костей, которые нашли в лесу Псковской области. В квартире веселая вдова сразу после преступления сделала масштабный ремонт. Если бы не мастерство криминалистов, которые обнаружили следы крови убитого под новеньким паркетом, преступница могла бы выйти сухой из воды. А это Виктор Борщов вспоминает, как вместе с приятелем Денисом Ждановым убивал женщину и прятал тело в багажнике автомобиля. Протерпевший перестал сопротивляться, пересел быстро, забил машину. Именно благодаря криминалистам удалось не только обнаружить полустертый отпечаток ладони одного из душегубов внутри багажника, но и найти спустя 9 лет самих преступников. Сразу после убийства оба уехали из Петербурга. Но выложенная однажды в соцсеть фотография тут же попала в поле зрения криминалистов. Как результат, по 17 лет колонии строгого режима каждому. Невский район. Тревожный 2002-й. Под окнами дома нашли тело молодого мужчины. Понятно, что упал с высоты, но сам ли? Смотри, патроны. Расстояние около 4 метров на асфальтной площадке. Криминалисты восстанавливают детали преступления, которое было совершено 20 лет назад. Об оружии в деле ничего нет. Оно не было найдено. Но совместно с оперативниками уголовного розыска криминалисты восстанавливают возможное положение стрелка. Снизу вверх. Соответственно, снизу вверх хорошо. То есть это как он должен был? 40 сантиметров. Нам нужно в нем вверх. Ну, а так получается, снизу вверх стреляли. А почему Акмитина-то прямая волна? Следующий криминалист имеет право, поскольку у него есть секретность. Доступ к их разыкновенным делам. Мы всегда можем вместе почитать дела, вместе все обсудить. Следственный комитет Российской Федерации, главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Ответственный дежурный, полковник юстиции Хаславский. Слушаю вас. Так. Каждые сутки в дежурную службу главного следственного управления поступают сотни сообщений о происшествиях и преступлениях. Задача мгновенно принять решение, как действовать. На суточных дежурствах только следователи-криминалисты. Навыки криминалиста, они просто необходимы для этой работы. То есть когда выезжает следователь, ну понятно, что в районе ему оказывается более опытными коллегами поддержка, там же и руководитель. Иногда вопросы возникают, которые надо решать незамедлительно, что изъять, как организовать, как оцепить и так далее. Именно от криминалистов зависит поиск улик, которые изобличат преступника. Орудий, преступления, следов, которые тот оставил. Без такого арсенала следователю будет очень сложно вывести злодея на откровенность во время допроса, а судье вынести обвинительный приговор. Криминалист занимается по большей части сбором следов. Сбором следов, чтобы они были обнаружены, правильно изъяты, правильно упакованы, чтобы они с момента их изъятия до момента проведения каких-то исследований не потеряли свою ценность. Найти скрытые следы преступления помогает особая техника. В лучах лампы криминалистического света даже стертые следы крови становятся видны. В том, что бурое пятно – это не краска, можно убедиться с помощью специальных тестов. Принцип действия такой же, как у тестов на беременность. Должно появиться две полоски – тестовая и контрольная. То, на что раньше уходило несколько дней, теперь занимают секунды. Дальнейший путь улики в лабораторию. Опыт сотрудников, помноженный на современную криминалистическую технику, приводит к тому, что раскрываемость особо тяжких преступлений в Петербурге приблизилась к стопроцентной тех, что происходит в настоящем. А теперь еще позволяет раскрывать преступления прошлого. Дела прошлых лет – это сложное направление работы криминалистов. Нужно еще раз измерить, сопоставить, проанализировать. Нужно найти преступника. Эксперимент, на который пригласили нашу съемочную группу, проводили в течение нескольких часов. Пробусаем? Давай. Нет. Нет. Стой, они получаются. Да. Они заново прочитали показания свидетелей. Они будут допрашивать их снова. Одних это удивит, других испугает. Ведь улики хранили все эти годы. А в них есть и генотип, который теперь можно сравнить с ДНК подозреваемых. Чью вину тогда доказать не удалось. Но вполне возможно, что теперь это сделать удастся. Продолжение следует...